Маска, перчатки на избирательном участке, даже полпреду приходится соблюдать антиковидные меры. Именно поэтому вероятность подхватить вирус здесь низкая, хотя явка сегодня высокая. Достаточно хорошая активность, поэтому это связано с тем, что мы считаем два фактора. Первый фактор это все-таки трехдневное голосование, поэтому у людей больше возможностей. Ну и второе, мне кажется, что все-таки в период пандемии мы немножко соскучились по таким мероприятиям. Народа на участках сегодня и правда много. Чтобы проголосовать, главе города даже пришлось постоять в очереди. Руслан Кухару, кстати, на выборы ходит с самого детства. Как-то с детства такое ощущение того, что выбор это всегда ответственный день. Раньше помню с родителями приходил, потом помню свои первые выборы, которые проходили. Как традиция такая была, когда первый раз принимаю счастье в выборах, дарили Конституцию Российской Федерации. И, конечно, я думаю, что сейчас у многих людей этот день ассоциируется именно с тем днем, когда принимается ответственное решение. А на этом участке первоизбиратели появились задолго до открытия. Оказывается, их привела не бессонница, а активная гражданская позиция. Сегодня первый избиратель, к нашему удивлению, пришел в 7-10. Это для нас было, конечно, очень удивительно. Ближе к 8-й у нас уже без 10-8. У нас уже выстраивается очередь в коридоре. Но мы, соответственно, в 8-0 открываем участок. И только тогда приглашаем избирателей пройти и сделать свой выбор. Правда, погода сегодня была не на стороне тюменцев. Но избиратели не остановили ни холод, ни ветер. Они шли на участок даже в дождь, чтобы будущее буквально было безоблачным. Я считаю, что мой голос важен для страны, так как мы будем жить, как будут жить наши дети. Я выполняю гражданский долг. Я гражданка России. Но вообще молодежь сейчас старается все равно голосовать. Активные позиции. Чаще всего слышу единицы, кто не хочет выполнять этот долг. Все равно в основном идут голосовать, заботятся о своем будущем. Правда, студенты в основном пришли голосовать ближе к вечеру. По утрам на выборы стягиваются в основном пенсионеры. Кстати, в полдень на одном из участков заметили не совсем обычного избирателя. Житель Тюмени пришел голосовать в костюме железного человека. Правда, ему все равно пришлось показать паспорт и на время снять шлем. Дарина Иранцева, Александр Сторожук, Тюменская служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин